еще добавляем одну возможность использования собственных менеджеров выборки с базы их можно будет использовать и в обычных функциях и в классах сначала надо посмотреть вообще как он может выглядеть ну вот давайте посмотрим на примере есть url закладки да допустим мы можем изменить закладку я тут ничего не вставлял но мы видим public то есть если не поставлена public то закладка останется только для личного использования если мы ставим public то закладка будет доступна для всех пользователей которые зайдут на эту страницу в данном случае конечно логично написать менеджера отличного от стандартного и так ответ на вопрос когда стоит писать собственного менеджера когда есть какая-то конкретная задача конкретной который вы четко понимаете которая должна иметь определенную четкую для вас логику я открою этот код два кода и здесь есть нюансы так вот это итак есть определенная модель она может быть абсолютно любая и под модель мы пишем менеджера по сути дела написание менеджера заключается в написании класса с собственным именем и и единственное все импортируется от модель менеджер модель с менеджер то есть как мы знаем из предыдущих уроках мы смотрели стандартный менеджер как правило выводит использует метод а выводит все записи в данном случае в данной логике у нас нам нужно в записи поставить галочку чтобы опубликовать или нет да это очень просто сделать при помощи написание отдельного менеджера что и делается мы с вами рассматривали выбирается все делается при помощи метода супер приопределяется гетки ресет только что мы смотрели там применялся метод аль то есть вывести а здесь мы берем фильтр и используем прямо в менеджере одну из таблиц которая называется и то есть одно одно из полей которая называется из паблик это булево поле где обращение по паблик значение по умолчанию истина и дальше или наоборот там было написать снимите если оставить заказ а это ну правильно говорю снять галочку если хотим оставить закладку приватной и далее мы пишем конкретное обращение выбрать по записи при свое значение истина иными словами иными словами теперь будет зависеть снято галочка ли стоит так как еще кроме этого мы видим задано поведение по умолчанию в данном случае действительно писать менеджер давайте посмотрим представление а стоп 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 пока модель написать чтобы модель знала джанга знала что модель должна использовать менеджера мы просто присваиваем имя паблик строка и присваиваем имя нашего менеджера при этом есть нюансы потому что я вам покажу еще один код кроме этого человек подстраховался сделал объект модель с менеджером заходим в документацию менеджеры и видим что на самом деле менеджером может быть сколько угодно мы когда мы перейдем представление то мы видим что место object просто уже начинает использоваться наш новый менеджер паблик менеджеры возможно мы будем писать пока наша задача немножко иная углубляться больше не будем наша задача было понять и увидеть зачем нам менеджеры и так делаем вывод когда у нас есть какая-то определенная наша логика то мы можем это вписать в выборку именно по этой логике и еще у нас остался один вариант использования методов модели модель это обычный класс python поэтому мы можем использовать методы модели для каких-то конкретных задач которые должна делать модель из коробки ну например количество лайков может быть сразу посчитано или то что мы ранее проходили get absolute url излечение по url то есть мы сразу пишем куда переопределяем метод который есть в жанге get absolute url метод просто указывая свои конкретные параметры и тогда в шаблоне нам достаточно отношения этой модели указать сам метод и записи будут извлекаться абсолютно точно по pk и id помните я вам говорил в предыдущем видео что допустим когда мы пишем социальную сеть и у нас могут быть одинаковые slack помните да так вот если туда еще добавить кроме slack id то запись будет извлекаться пусть заголовки будут одинаковые но айди то будет всегда разный ведь в базе данных каждая запись имеет уникальный айди код будем писать далее потому что сейчас наша задача была в чем заключалась абсолютно верно абсолютно верно абсолютно верно абсолютно верно вот эти три последних видео в том чтобы понять возможности которые мы будем использовать просто далее мы будем говорить уже их и применять на практике и чтоб не было ощущения что как мешком по голове пустым далее мы ничего не понимаем то желательно было бы все это рассмотреть далее можно дописать еще одну вещь шестым пунктом что в классах понятно что могут может быть применено все что есть в джанга да все что есть в виде методов соблюдая такой подход мы гарантированно сделаем поставим проект создадим для себя условия во первых расширение проекта будет легким во вторых много действий у нас получится без изменения основного кода за счет миксинов то есть расширение проекта за счет миксинов может дать возможность просто расширять наш код не изменяя другой код это классно и кроме этого из этих трех видео вы поняли оказывается сколько вам еще только сколько вам надо изучить и зачем наконец-то вы поняли что оказывается мне надо рыть в сторону разобраться в классах функциях ответить на вопрос когда я буду писать классы для чего я буду писать то что мы разговаривали что я буду за арсенал то есть ага а как мне правильно переопределять методы мы прошли все это уже все прошли а как писать миксины да мы уже получили представление но этому надо еще научиться использовать собственные менеджеры методы модели смотрите сколько у вас направлений уже голова кругом да но ребят когда есть куда идти и вы знаете зачем то этот путь абсолютно просто пройти так что какую тут можно дать совет уроки мощные я знаю поэтому конечно же напоминаю spb-tut.ru сайт ой где он делся просто-напросто я рассказываю вам много вещей которых вы даже допустим не догадывались а сколько еще всего ну я рекомендую получить доступ и идти сна-ча-ла тогда ребята будет все намного быстрее потому что еще раз говорю джанга джанга и любой другой язык я неправильно выразился джанга как библиотека тоже относится и к языку не обязательно по этому другому зависит от чего от правильного изучения определенным образом вот в этих трех видео как раз таки я вам показал да что значит определенным образом когда мы говорили что что должен например url должен быть изучен изначально и так далее но пока все вот теперь теперь мы готовы идти дальше писать код я все-таки вот что подумал сначала я хотел дать полностью бесплатно но теперь подумал что буду я дальше давать в платном разделе почему потому что нам надо разбирать и в первую очередь сейчас будет информация касаться тех кто прошел все уроки и понимает о чем речь потому что сложновато будет воспринимать почему все будет дальше в разделах по пути ну посмотрим еще